Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня мы начнем проходить такую замечательную игрушку как City Skylines. Сразу, друзья, пару слов о том, что это будет вообще и что такое City Skylines. Собственно, это градостроительный симулятор, на мой взгляд, на данный момент самый лучший, самый интересный. Я в эту игру играл в последний раз в году в 16-м, наверное, поэтому я все позабывал. Плюс уже вышло дохренища всяких DLC-шек, о которых я ни хрена не знаю. В общем-то, я могу трохи тупить, но будем разбираться. Соответственно, что мы будем делать вообще? Есть у нас вот одна клеточка на данный момент вот такая. А если включить карту, то выглядит это все вот так. Соответственно, у меня стоит мод на покупку 25-ти клеток, поэтому я хочу сделать несколько городов, несколько таких больших районов, что ли, которые будут связаны между собой вот этими всеми шоссе. Ну, это называется в идеале. Как оно будет на самом деле, хрен его знает. Я перед записью изучил своих коллег-блогеров, так сказать, самых популярных, кто что делает. И, честно говоря, у всех в начале сезона такие планы, несколько райончиков больших. И не у всех, в общем-то, это все дело получается. Поэтому все будем смотреть по обстоятельствам, но на данный момент план именно такой. Плюс, друзья, я хочу ввести некоторый такой элемент интерактива. То есть, для начала я хочу у вас попросить какое-нибудь забавное название для нашего города. Ну, а потом, соответственно, будем уже вместе решать, где у нас что будет находиться, где какие развязки, какие районы, кто чем будет заниматься и так далее. Ну, и, соответственно, продолжение зависит от вашей активности, просмотра, лайки, комментарии и все такое прочее. Я, на самом деле, с удовольствием бы прошел, скажем так, сезончик по этой игрушке. А если все будет замечательно, то, может быть, и не один. То есть, в принципе, есть где разбежаться. Надеюсь, в общем-то, что это будет все дело интересно. Соответственно, давайте тогда начинать. Будем приступать ко всему этому делу. Для начала нам, конечно же, нужно построить... Я сразу говорю, я могу даже запороть начало. Поскольку у нас 70 тысяч, и это довольно-таки ограниченный бюджет на начало. Можно влететь в минусы и, в общем-то, что называется, проиграть. Для начала, друзья, мы построим вот такую маленькую пупучку, чтобы у нас открылись дороги. И снесем ее сразу же. Соответственно, нужно нам здесь построить дороги. У меня стоит пара модов, чтобы было немножко легче строить. И чтобы можно было как-то с развязками играться и более-менее аккуратно все получалось. Соответственно, давайте предположим, где у нас что будет. Давайте вот построим центральную какую-то часть. С этой стороны мы сделаем жилую зону. С другой стороны сделаем пока промышленную. Потом уже будем думать, как их соединять. Пока что нам надо выйти в плюс и постепенно потом расти. Соответственно, здесь я предлагаю провести прямой такой, я не знаю, проспект. Это будет называться вот такой вот. Допустим, условно пока что, чтобы потом не париться с расширением этого всего дела. Ну и здесь его нужно, разумеется, соединить с шоссе. А это у нас дело все еще не открыто. Ну, значит, тогда пока что это будет односторонняя вот такая вот дорожка. Вот сюда вот так и обратно вот так. Я думаю, будет вполне нормально на первое время. Потом сделаем уже поаккуратнее здесь въезд такой. Я думаю, что можно будет все это соединить. У меня стоит мод на дорожную анархию или как он там называется. В общем-то, ворочать дороги. Все у нас будет присоединяться. Все будет красиво. Соответственно, сразу же тогда разметим несколько жилых квартальчиков. Я, наверное, поначалу это будет обычная такая вот квартальная застройка. Ну, короче, по расстоянию это примерно вот так вот будет. А нет, надо сносить. Вот этот кусочек маленький. Ну, что ж ты, зараза-то, привязываешься? Вот так вот. И, наверное, давайте еще один в эту сторону. Вот так вот. Соответственно, будут первые наши дорожки. И в другую сторону, соответственно, сделаем такую же хреновину, где у нас будет стоять промышленность. Давайте две. Пожалуй, на начало хватит. Потом уже будем думать, как это все будет красиво разрастаться и так далее. Следующее. Нашим людишкам нужна вода. Нужен водопровод, куда будет все это дело у нас выливаться. Для начала давайте поставим, наверное... Вот, кстати, мы вряд ли, наверное, сможем выливать и сливать все в одно место. Давайте пока что слив поставим вот сюда. А потом уже докупим вот эту клетку и воду будем брать отсюда. А пока поставим водонапорную башню. Я думаю, на первое время должно хватить. Так понимаю, вода у нас есть везде здесь в этой игре, да? Ну, значит, поставим пока вот сюда. Пускай стоит здесь. Это, скажем так, временное решение. Соответственно, надо подсоединить трубы ко всему этому делу. Ну, я думаю, вот так пойдет. И, соответственно, водонапорную башню тоже сюда мы подсоединяем. Ну и электричество понадобится. Я не хочу ставить с самого начала угольную электростанцию. Давайте поставим ветряк. В принципе, у нас здесь есть хорошее место, куда можно его поставить, где 8 мегаватт будет. Можно даже сразу два пихнуть, пока деньги есть. Правда, один из них мы выключим, потому что он пока будет жрать деньги. Но мы его включим довольно-таки скоро. Ну и, соответственно, нужно нам провести линию электропередач. Пока что это будет вот так вот выглядеть. Пойдет. Плюс надо к водонапорной вышке провести. И надо, конечно же, вот сюда тоже это все дело провести. Пойдет. Отлично. Все работает. Но, соответственно, пока что все. Можно начинать заселять людишек первых. Давайте вот так вот у нас будет, соответственно, жилой райончик. Здесь мы сделаем небольшую коммерческую зону. Это пока что, скажем так, временное решение. И вот так вот. Все, людишки пошли заселяться. Можно, в принципе, даже скорость увеличить. У нас первые жители, и мы пошли в дичайший минус. Соответственно, наша задача сейчас выбраться в плюс. Так, электричество у них есть. Вода у них есть. Все у нас замечательно. Соответственно, жилой спрос у нас потиху падает. Точнее, спрос на жилье. Все это дело у нас растет. Первые людишечки. Все нормально. Можно даже расход на воду пока что тоже убрать в минимум. Потому что пока что с достатком на такое количество. И по электричеству тоже можно, в принципе, в минимум пока свести. Из минуса надо выбираться. И вот такие вот первые домики у нас появились. Все замечательно. Наступает ночь. Я, честно говоря, выглядит, конечно, красиво. Но строить что-то ночью, это такое себе удовольствие. И что-то мне подсказывает, что этого мало. А, у нас спрос на работу появляется. Все правильно. Давайте пока что подальше от людишек. Первая наша промышленная зона будет. Дабы не загрязняло им ничего. Ночь устроится. Все замечательно. Соответственно, первое предприятие, которое что-то будет делать. Это что-то будет продаваться. И у нас будет некий доход. У меня также стоит, кстати, мод на популяцию. Он называется, по крайней мере, так. Там, соответственно, какой-то ребаланс по спросу идет. И, соответственно, в больших домах, в гигантских небоскребах будет жить не 20 семей, а нормальное количество. Я, правда, его не проверял. Я до этого не доходил в тестах. Но пока что я заметил это большой ребаланс по спросу. То есть у нас сейчас большое количество домов, 4 предприятия и опять пошел спрос на жилые зоны. Меня это, в принципе, довольно-таки радует, поскольку это больше похоже на правду. Потому что изначально сделано так, что как будто одинаковое количество требуется всего. Давайте сразу, наверное, и этот кусок тоже заселим. То есть у нас в итоге будет больше именно жилых комплексов всяких. Это, как по мне, больше похоже на правду. Вот они сейчас заселятся. И мы, кстати, выберемся даже из минуса. Только вот электричества уже не хватает. Соответственно, возвращаем мы обратно вот этот показатель на 100%. И мы сейчас опять провалимся в минус, скорее всего, из-за этого. Тыдыщ. И, соответственно, все живут. Со всеми все хорошо. Сколько у нас в этом домике? Одна семья живет. Ну, в это я могу поверить, что это частный, скажем так, домик. Два подростка, два взрослых. Все нормально. Потом, разумеется, надо будет строить школы. И все замечательно будет. И, друзья, у нас пошел плюс. Соответственно, сейчас опять-таки промышленные зоны надо достраивать. Давайте вот сюда это дальше все дело продлим немножко. И можно вот это вот дело тоже продлить. Отлично. Плюс 500 на данном этапе. Это довольно-таки хороший показатель. Меня несказанно радует. Ну, и жители, разумеется, тоже прибывают к нам. Это тоже хорошо. Ну, поначалу это все выглядит вот так вот. Что-то там пишет этот самый чипер или как он аналог твиттера. Я его вырубил, чтобы она нахрен не выскакивала. Потому что ничего интересного здесь по факту не будет. Вот здесь мы видим, уже пошло загрязнение почвы. Соответственно, потом, может быть, перенесем отсюда эту промышленную зону. Но это уже все потом. Что у нас, в общем-то, по воде? Это мы вот здесь можем посмотреть. Доступность водопровода сейчас все хорошо. Канализация тоже все хорошо. По электроэнергии 5 мегаватт у нас производится одним нашим ветряком. Как-то, кстати, маловато, с учетом того, что мы же на 100% обратно все это дело выкрутили. Видимо, сделали так, что ветер в течение дня как-то влияет на все это дело. Ну и ладно. Я, в общем-то, не заморачивался. Пока у нас ветряки. Потом уже будет что-то более серьезное. Ну и что, друзья. Тогда надо размечать следующие райончики, следующие кварталы. Соответственно, давайте мы, наверное, вот так вот мы это все продлим. Да, извините, пришлось несколько домиков снести. Я думаю, ничего страшного. И дорогу эту тоже придется снести. И, извините, я, конечно, непрофессионально все делаю. И, соответственно, здесь у нас тоже будут жилые зоны. Сюда мы их тоже возвращаем. У нас опять большой спрос. Все хотят себе жилье. Вот это вот хреновина почему-то не подключилось к электросети. Давайте здесь тоже домики тогда построим. Почему бы и нет? Будет у кого-то элитное такое жилье. Четыре клеточки. И недостаточно рабочих. Хотят они уже с образованием. Хотя у нас еще школы не открыты. Соответственно, давайте продлим тогда вот эту вот дорогу сюда. И у нас проблемы с канализацией. Видимо, электричество отсюда. Да, электричество пропало сюда, но не подключено. Ничего страшного. Сейчас мы вот этот домик сюда еще вот впахнем. Здесь домик построится. Электричество там появится. И все будет замечательно. Да, все появилось. Сейчас появится у всех, соответственно, канализация. Да, поисчезала. Замечательно. Так, 408 жителей. Сколько нам, по-моему, 450 нужно сделать, чтобы... 480, чтобы получить статус деревушка. Точнее, да, чтобы получить статус деревушка. Поэтому нам нужен еще один квартальчик. Тем более у нас на него большой спрос. Блин, оно очень неудобно здесь почему-то привязывается. Вот как-то не так, как надо. Не так, как хочется. Поэтому мы через жопу все делаем. Начиная с середины. Ну ладно. Не кто-то это поспешишь. Друзей насмешишь, короче, всех. Дубль 2. Ничего страшного. С кем не бывает. Я уже говорил, что я немного непрофессионал. Соответственно, здесь у нас тоже будет полностью все в жилых зонах. И быстренько у нас возводятся новые домишки. Замечательно. Спрос по коммерции. Небольшой спрос появился. Можно, в принципе, здесь бахнуть в магазинчик. И вот здесь можно бахнуть в магазинчик. И у нас уже появляются проблемы с водой. А, потому что она здесь не проведена. Ничего страшного. Доведем. Сюда тоже доведем. Здесь пока что все покрыто и хорошо. Все еще есть небольшой недостаток в рабочих. Но, да, большой жилой спрос. Надо, по факту, нам еще один квартал строить. Я, наверное, поговечился здесь такими широкими дорогами. А вот, кстати, мы и получили статус деревушка. Следующий у нас крупный поселок. Там уже новая клетка появится. Сейчас нам доступны налоги, кредиты. Это хорошо. Поликлиника, начальная школа, свалка, центр переработки отходов и районная школа. Ну, районная школа, начальная школа, насколько я знаю, одно и то же. Нет? Да, альтернатива обычной начальной школе. Там какой-то DLC-шки появилась. В общем-то, все хорошо. И денег нам еще зачехлили. Это тоже замечательно. Поэтому можем продолжать обустраиваться. Наверное, мы вот эту клетку будем покупать в следующий раз уже. Ну и, друзья, давайте мы на этом с вами, наверное, и закончим первую такую пилотную серию. Соответственно, продолжение дальше будет зависеть полностью от какой-либо активности под этим видео. Лайки, комментарии. Опять-таки, предлагайте какое-нибудь забавное название. Предлагайте идеи, что, как. В общем-то, я все выслушаю. На этом, друзья, у нас все. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Ставьте лойсики. Пишите комментарии. В общем-то, все как обычно. Ссылки на все абсолютно есть в описании. И вконтакте, дискорд и так далее. На этом, друзья, все. С вами был Никита Дилей. Всем спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока.